Во-первых, спасибо всем, что пришли сегодня. И если мама запрещала вам слушать доклады от незнакомцев, то давайте познакомимся. Меня зовут Влад Сидоренко, я работаю синий разработчиком в компании SoftServe. И только что мы говорили о таких высокоуровневых вещах, микросервисах, дистрибьютор-трейсинг и так далее. Давайте опустимся на бренную землю и на уровень операционной системы и так далее и немножко поговорим о том, как вообще в C-Pyton устроена память. А немножко вообще о том, как это началось. Однажды осенним вечером я захотел вообще поподробнее копнуть в эту тему и загуглил, как память менеджится в C-Pyton. В общем-то первые две ссылки это документация. А кто идет в документацию, когда он хочет понять, как она работает. Поэтому мы идем на стак оверфлоу. Идем на стак оверфлоу, смотрим самый заполченный ответ, как тут сказано правильно, автомагически. Если вас этот ответ не устраивает так же, как и меня, то давайте немножко разберемся в этом. Итак, адженда на сегодня. Первое. Выучить C за две минуты. Учитывая, что мы будем работать больше не с Python, а с C, то нам понадобится знать некоторые примитивы, чтобы мы все были on the same page, то немножко освежим знания. Дальше heap versus stack. Кроме того, мы коснемся структуры объекта, то есть как оно вообще хранится в Python и в C-Pyton. Почему число 5 занимает 28 байт? Если вы скажете, это C-разработчик, у него случится сердечный приступ. Структура и мутабельных объектов, и мутабельных объектов. И дальше мы поговорим о низкоуровневом менеджменте памяти, то есть об аллокации. Тут, в общем-то, пропущена очень важная штука. Это garbage collection. И на самом деле, если вообще говорить о всей памяти в Python, то 45 минут не хватит точно, не хватит даже, я думаю, часов двух. Поэтому может быть в следующий раз. Итак, C за две минуты. Что вам понадобится знать? Первое. C — типизированный язык. Пойнтеры. Указатели — это переменная, которая хранит какой-то адрес памяти. Синтаксис примерно вот такой. То есть у нас есть int переменная x. И pint — это указатель, который хранит себе адрес на x. И мы можем получить значение, которое лежит в x, с помощью так называемой операции разоминования. То есть мы ставим звездочку перед поинтером и получаем значение. То есть чтобы подобная конструкция вас не пугала. Дальше. Структуры. Структуры — это типы данных в C, которые позволяют комбинировать данные разных типов. То есть учитывая, что это строго типизированный язык, то нам нужно очень грубо что-то вроде дикта. Поэтому вот подобная структура — это у нас есть бук, в котором есть title, автор, subject, book.it и так далее. И третье, с чем мы столкнемся очень много вообще в внутренностях cPython — это макросы. Макросы обычно это какой-то алиас для какого-то определенного куска кода. То есть на этапе компиляции, если вы пишете p, например, то на этапе компиляции p заменяется значением 3.14.15. Вот и все. Поздравляю, вы выучились и за две минуты. Дальше. HIP versus stack. Не буду копать в это сильно глубоко, потому что это тема для еще одного доклада. Но что нужно знать, то что stack используется для статической памяти, то есть HIP используется для динамической. Python — очень динамический язык. То есть все в Python объект. Поэтому в документации первая фраза, которая сказана вообще про память, это то, что Python использует private HIP. И, собственно говоря, все следующие слайды будут касаться именно HIP. Теперь, в общем-то, перейдем к сути. Почему число 5 занимает 28 байт? Дисклеймер. То есть все тесты были заранены на 64-битной системе, и это Ubuntu. То есть если тут есть Windows Python разработчики… Простите. В общем-то, ладно, с ним можно смириться. Почему ничего занимает 16 байт? Это вот прям до самой глубины души меня тронуло. Давайте копаться. В общем-то, структура объекта в CPyton. Первое, что хранится, это reference count. Опять, тут будет очень много ссылок вообще на garbage collection, но я не буду о нем говорить. Не надо так делать. Но reference count — это количество ссылок на определенный объект, то есть сколько объектов зависит и видит этот объект. По сути, это int. То есть он занимает 8 байт в 64-х джедневной системе. Дальше это pointer к типу. Тип — это отдельная структура в CPyton, которая, в общем-то, расписывает, как мы должны взаимодействовать с определенным типом. Но суть в том, что это pointer, то есть он хранит себе адрес, и это тоже 8 байт. Вот это вот, это структура того, что называется PyObject. Потом у меня будут просто вставки из CPyton кода. Поэтому мы рассмотрим это немного подробнее. Но у каждого PyObjectа есть PyObject head, получается, в котором обязательно есть reference count и pointer to type. То есть в CPyton нет ни одного объекта, в котором нет PyObject head. И дальше уже идет object-specific fields. Например, в общем-то, давайте рассмотрим поконкретнее. Если у нас есть объект листа, то тип указывает на PyList type. Это тоже внутренняя структура. В CPyton вы можете ее посмотреть, как Python обрабатывает листы и так далее. В общем-то, у интеджера он указывает на PyLong type. Тоже нужно запомнить, что в CPyton int это long, просто потому что. Если мы посмотрим, в общем-то, в код. Сзади всем нормально видно серый текст на черном фоне? Нет? Ну, бывает. Что поделать? Первое. Вот, в общем-то, есть такая структурка, которая называется PyObject. И которая лежит в, в общем-то, в основе всего. У меня есть PyObject head extra, который в production собранном питоне, то есть который идет в свободное плавание, и который вы стягиваете себе. Он пустой. То есть это абсолютно ничего. Это используется для дебага. ReferenceCount — это PySIS-T, 8 байт. И TypeObject, то есть это указатель на какую-то структуру. И это тоже 8 байт. То есть получается у Nona, у него нет абсолютно ничего в Object Specific Fields, но у него есть RefCount и у него есть Type. Поэтому 8 плюс 8 — 16, в общем-то, ответили. Этот коммент из cPython исходников говорит, что, в общем-то, ничего на самом деле не является PyObject, но любой поинтер на Python объект может быть приведен к PyObject. То есть, по сути, в c нету наследования, но оно есть. То есть, скажем так, его реализовали таким образом. Окей. Структура иммутабельного объекта рассматриваем немножко подробнее. Получается, объекты всегда, то есть к ним всегда получается доступ через приведение к PyObject. Тут много-много-много текста. Если кто захочет, может почитать. Как она дебажится, то есть как она начинается и так далее. Я это сделал для того, чтобы потом вы забыли мой доклад, могли посмотреть презентацию и что-то вспомнить. Структура int. Все любят картинки, картинки воспринимать легче. Это PyLongObject, в котором есть PyObjectHead, в общем-то, рифкаунтер type. И кроме того, там есть size и есть array. Это особенности того, как int хранится в cPython. Но, в общем, нужно знать, что она там есть, и это поможет нам ответить, почему int занимает, если я не ошибаюсь, 24 там было байта. Вот это из cPython исходников. То есть у нас есть PyObject WarHead. Как видите, это не просто PyObjectHead. WarHead. Чем он отличается? Это op-base, то есть который является PyObject. Это reference count и ссылка на тип. И размер. То есть не у всех объектов есть понятие размера. Например, PyObject используется тоже для каких-то внутренних cPython структур. Я не знаю, таких как фреймы или что-то подобное, которые не видны снаружи пользователю, но у них может не быть размера. То есть у нас есть op-base, 16-byte. op-size, если я не ошибаюсь, 4, что-то такое. Или number of items in variable part. И какой-то массив. То есть таким образом из вот этого вот складывается размер int. И когда мы там создали, если я не ошибаюсь, 5, то это 28 байт. Окей, хорошо. Немножко занимательных фактов об int. Вообще очень многие об этом знают, но, скажем так, лирическое отступление. Если x присвоить 5, y присвоить 5, то их айдишки будут одинаковые. Если присвоить 350, то разные. Внимание, это все делается в репле. То есть это важное условие. Почему, уверен, многие знают ответ, в питоне при запуске кэшируются числа. То есть все числа от минус 5 до 255, они уже созданы на этапе запуска программы. Поэтому вот когда мы создаем 5, оно не создается заново. То есть оно уже использует готовое 5 и присваивает его там x, y, и это один и тот же объект. А 350 оно каждый раз создает заново. И поэтому они разные. Но если мы возьмем то же самое, выведем это в какой-то скрипт и запустим этот скрипт, то это окажется одно и то же. Почему? Правильно, потому что компилятор довольно умный. Ну не компилятор. Называть Python компилируемый языком нельзя так делать. Но, в общем-то, он оптимизирует это так и заменяет это на этапе собирания дерева. В общем-то так. Поэтому это такая маленькая оптимизация. Вернемся к памяти. Структура мутабельного объекта. То есть и мутабельный объект это плюс-минус понятно. У мутабельного объекта добавляется очень интересная структура, которая называется PyJuicyHead. Это снова небольшая ссылочка на garbage collection. Расскажу об этом потом. Знаете, иногда делают… В следующей серии будет. Ну вот, чтобы, может быть, потом послушали. PyJuicyHead, между прочим, занимает 24 байта. Все остальное – это классика. PyObjectHead, ObjectSpecificFields, то есть overhead у пустого листа, например, будет 40 байт. В коде это выглядит так. Есть GC-Head и вот он PyJuicyHead. Тут творится небольшая магия, потому что вы можете видеть дами и структуру. Когда мы учились из-за 2 минуты, я забыл упомянуть о такой интересной вещи, как union. Все, что вам нужно знать о union, то, что у него размер его самого большого поля. То есть double занимает 24 байта или что-то такое, и размер GC-Head будет 24 байта. Это сделано для выравнивания в памяти. То есть для того, чтобы размер, который занимает эта структура, всегда был кратен 8. И вот у этой структурки есть там ссылка на следующий элемент, на предыдущий элемент и GC-Refs. Это особенности garbage collection, потому что garbage collector хранит, получается, ссылки, список из всех элементов, которые он должен вообще пройти. Поэтому у каждого элемента есть ссылка на следующий и предыдущий элемент. То есть он занимает 24 байта. Там сверху есть ссылки на файл, в которых это было найдено. Поэтому, если вы захотите исследовать это сами, милости прошу. Как вообще увидеть размер PG-C-Head в реальной жизни? Все знают, ну или многие знают, sysgetsizeof. То есть это получает полный размер объекта, и у пустого списка это 64 байта. Так, между прочим. А если вызвать dunder метод sizeof, то он будет 40. Просто знайте о такой особенности, что sizeof, магический метод у самого объекта, показывает размер без PyG-C-Head. Собственно говоря, а теперь нам нужно пойти немножко глубже. Доклад, по сути, разделен на две отдельные и на самом деле плюс-минус не особо связанные части. Они связаны одной общей темой памяти. Поэтому сейчас мы пойдем в чудесный мир аллокаций. Если посмотреть на то, как память аллоцируется в питоне, то есть вообще аллокация — это то, как память под объект берется от системы. И вся эта структура, то есть у нас есть какой-то object-specific memory. Для того, чтобы ее выделить, мы идем к Python Object Allocator, который, в свою очередь, вызывает PyMem API, который, в свою очередь, вызывает какие-то general purpose allocators. Мы остановимся на этом немножко подробнее, но это сишные штуки. Например, в C есть malloc. Он расшифровывается как memory allocation, и, по сути, он внутри себя делает системный вызов. То есть дальше уже идет OS-specific VMM, который на уровне операционной системы выделяет эту память, а операционная система уже выделяет ее на уровне RAM или SWAP. То есть вот такая вот иерархическая структура. В питоне есть такое понятие, как семейство аллокаторов. То есть получается такая себе итальянская мафия. Это было добавлено, на самом деле, в 2013 году в рамках выполнения PEP 445. На самом деле очень интересный PEP. Если вам будет интересна эта тема, можете почитать, потому что в нем добавили API для замены аллокаторов. Что на самом деле, например, MicroPython использует другой аллокатор, и в ссылках в конце презентации есть довольно интересный доклад на эту тему. У PyManDomainRow, то есть вообще такой без особого оверхеда, у каждого семейства есть четыре функции. Maloc, Realog, Cialog, Free. Мы будем рассматривать только Maloc, потому что он, наверное, самый интересный, потому что он именно выделяет. Free на самом деле тоже очень непростой, но он вне рамок этого доклада. Есть, в общем-то, все четыре функции, и у этого семейства есть одна важная особенность. Он потокобезопасен. То есть для того, чтобы вызвать эти функции, не нужно захватывать gil. Это немаловажно. Дальше. Есть PyManDomainMem и PyManDomainObject. Ничего не понятно. Рассмотрим поподробнее. В общем-то, зачем это все делается? Во славу сатане. Посмотрим PyManDom. Начнем, в общем-то, с простого. Внутри себя тут вызывается Maloc, тут вызывается Cialog. То есть, по сути, это прослойка над C-шными функциями, которая своего особо ничего не привносит. Маленькие проверочки, что если размер 0, то на самом деле размер не 0. Довольно странно, но это скучно. Давайте вот к самому интересному пойдем. PyMemDomainMem. В C-пайтоне есть интересные штукенцы. PyRowFunc, то есть все эти семейства, они присваиваются. Вот это вот называет, ну вот это макрос, о котором я говорил. То есть PyRowFunc мы видим все эти четыре функции. А PyOptFunc мы будем смотреть в рамках WispyMaloc, потому что сейчас Python компилируется с этим флажком. Это PyObjectMaloc, PyObjectCialog. То есть вначале ничего не вызывает подозрения. PyOptFunc, PyObject. Но если мы посмотрим на PyMemFunc, которые на самом деле ссылаются на PyObjectFunc. Что? То есть, ну как бы, когда я первый раз увидел этот кусок кода, у меня было примерно такое лицо. Какой доклад про Python без Watt? Давайте-ка углубимся в это. В общем-то, сердцем аллокации памяти вот это вот PyObjectMaloc, который тут ничего особенного, но он вызывает PyMaloc аллокаторы. Если у PyMaloc удалось выделить, то как бы он возвращает ссылку на эту память. А если нет, то он вызывает PyMemRowMaloc. То есть это такое разветвление. PyMemRowMaloc мы уже рассмотрели, поэтому давайте посмотрим в PyMaloc аллокатор. Вот это тут начинается самое мясо. Интересный факт. Часть этой презентации готова в середине сентября. Этот код не менялся с 2013 года. Вчера я решил пересмотреть презентацию, пересмотреть исходники Python, стянул свежую версию. Гуглю функцию, ее нет. Точнее, вернее, не гуглю, ищу. Ее просто нет. Знаете что? Правильно. Они первый раз за 4 года впилили патч на 700 строк. Поэтому, в общем-то, плюс-минус, скорее всего, предыдущий код соответствует действительности, но вот этот прям свежесть с 31 октября. Комментарии мы читать не будем. Что нам интересно? Нам интересно вот эта вот штукенция, вот этот маленький if. В общем-то, если размер памяти, который мы пытаемся выделить, больше какого-то small request threshold, то мы не выделяем. И дальше оно проходит через PyMemoralMaloc. Зачем это делается? В Python на самом деле есть очень грустная концепция, которая отображается в garbage collector, но все объекты рождаются и умирают молодыми. И кроме того, они маленькие. То есть они появляются, убиваются, появляются, убиваются. И вот эта вот константа small request threshold, она равняется 512 байтам. Почему 512? Там в комментариях сказано, чтобы новосозданный dig туда влез. получается, что если больше 512 байт, то мы идем напрямую к системе, выделяем память, и она уже там работает по-простому, без оптимизации. Если меньше 512, то начинается очень много интересных оптимизаций. Это большая стена кода, которую вы тоже потом сможете почитать. Давайте перейдем к картинкам. Учитывая, что объекты постоянно создаются и удаляются, создаются и удаляются, есть проблема фрагментации памяти. То есть память, если считаете, что она выделена таким… В общем, если это бесконечная полоса, ну конечная, конечно, и у нее последовательно, вот когда вы создаете элемент, то он добавляется в конце. Выделяете память. А потом вы удаляете элемент, потом еще раз удаляете элемент. И вы делаете это из середины. И у вас получается такое, что элемент — пустота, элемент — пустота, элемент — элемент — пустота. И на самом деле эта память не возвращается системе. То есть вы могли слышать, что в питоне память не возвращается системе. И это было актуально до какого-то времени, потому что потом пришло время оптимизации и пришло время арен. Маленький колизей может вам, скажем так, намекнуть об этом. Что такое арена? Арена — это кусок памяти в 256 килобайт. И он выделяется одним куском. То есть по сути арена… Я немножко позже расскажу, почему, но арена состоит из пулов. Пул — это 4 килобайта. То есть по сути 256 на 4 — вот такое количество пулов содержится в арене. Пул состоит из блоков. Сейчас вот немножко тяжело, мутно, но… Иерархия такая. Арена, пулы, блоки. Зачем это делается? Все объекты плюс-минус одного размера. То есть вот тут есть табличка, что от 1 до 8, от 9 до 16 и так далее и тому подобное. У каждого из них есть свой пул. То есть в пуле хранятся объекты только определенного размера. Получается, тут не обязательно, например, это пул для от 1 до 8, это от 9 до 16 и так далее. То есть это все может быть арена с пулами по 8 байт. И пул, в свою очередь, уже каким-либо образом разделяется. То есть если по 8 байт, в нем блоки по 8 байт, и они занимают 4 килобайта и так далее. Снова-таки. Зачем это делается? Потому что давайте вот рассмотрим вот это. Есть у нас какой-то код. Он 2000 раз создает объект. То есть он обращается к PyObjectMaloc. PyObjectMaloc, в свою очередь, 4 раза создает арены. 239 раз создает пулы и 2000 раз создает блок. То есть по сути считайте, что блок — это объект. А пул — это пул объектов. Ариана — это пул пулов. Ну, по-другому сказать не могу. И всего 4 раза мы обращаемся к системе за памятью. С одной стороны, это может показаться overhead, потому что, если мы создаем какой-то один маленький объект на 8 байт, в самом начале, как только мы запустили программу, то нам сразу выделяется пул. Точнее говоря, не пул, а арена. И мы сразу отгрызаем у системы 256 килобайт на 8 байт. На самом деле этот подход, скажем так, очень сильно оптимизирует и помогает нам меньше трогать систему. И кроме того, частично он решает проблему с фрагментацией памяти. Потому что, например, сейчас мы уйдем на совсем низкий уровень. Это уровень Linux ядра, системных вызовов и так далее. Вам интересно об этом слушать или нет? Потому что могу уйти вглубь. Хорошо. Смотрите. Есть несколько способов выделить память в питоне. Первый… ой, не в питоне, простите, в системе. Первый — это такие вызовы, как BRK и SBRK. В конце там есть ссылочка вообще, в которой разбирается разница между системными вызовами подобными и так далее. Почитайте, она довольно интересная. Как я понял, они делают, как я описал, то есть они вот в конец памяти добавляют какой-то блок. И есть вызов, который называется mmap. Что делает mmap? Он просто выделяет какой-то кусок памяти, который не привязан к предыдущей. В чем суть? Когда мы удаляем и арены, там при определенных условиях выделяются с помощью mmap. Суть в том, что когда, предположим, арена опустошается, то есть все объекты исчезли, то мы можем ее удалить, и у нас не будет фрагментации, потому что она не привязана к остальным блокам памяти, и они не расположены последовательно. То есть фрагментации нет вообще. И таким образом эта память возвращается к системе. Тут мы можем рассмотреть структуру арены. То есть это ее адрес, понятное дело, количество свободных пулов. То есть у каждой арены есть какая-то мета информация, количество свободных пулов, ссылки на них и так далее. Вот есть, например, такой список free pools, в который мы обращаемся к арене, она смотрит на все свои свободные пулы и так далее. Есть там следующая арена, предыдущая арена, то есть все арены составляют список. Таким образом нам довольно удобно по ним интерьироваться. У пула тоже есть хедер. То есть это количество блоков, которые в нем алоцированы. Он содержит в себе ссылки на все free блоки. То есть по сути нам не нужно проходиться по всему блоку, по всему пулу, когда мы хотим выделить новый блок. У нас уже есть указатель на блок, который мы должны для этого использовать. И таким образом мы к свободной памяти приходим буквально за несколько операций. И в общем-то другая мета информация, потом посмотрите поподробнее. Ссылки. Внезапное окончание презентации. Первое. Разница между стеком и хипом, если кому-то будет интересно. Степпингс, Руси, Пайтон. Доклад от Ларри Гестингса, он 2012 года. То есть на самом деле он не совсем актуален, но он дает довольно много интересной информации. И плюс-минус база не поменялась. Поэтому будет возможность послушать. Там не только о памяти. The Memory Chronicles. Это доклад с 2016-го Пайкона от Кавья Джоши. Ах, спойлер. Кавья Джоши. И тут рассказывается разница между C-пайтоном и микро-пайтоном в плане локации памяти. То есть какие оптимизации использованы и так далее. И разбираются в обоих Пайтонах, как устроена память. Тоже можно послушать. Memory Management in Python от Нины Захаренко. Очередной доклад о Memory Management. Документация. Плюс-минус в ней можно почерпнуть что-то интересное. Но намного больше интересных вещей находится в комментариях. Поэтому будет возможность. Если будет интересно, почитайте. Вот ссылка, о которой я говорил. Это Memory Location on Linux Level. Разница между разными системными вызовами и так далее. И еще одна статья по поводу памяти в Питоне. Кстати, скриншоты я использовал из большинства этих или докладов, или ссылок, потому что я ленивый человек. И я понимаю, что я бы не смог сделать картинки лучше, чем там. Поэтому везде внизу есть ссылочки. Время вопросов. Хороший вопрос. На самом деле просто int в Пайтоне не совсем совпадает с int в C. Поэтому решили сделать long. Я не знаю, чем мотивировались корр-разработчики. Тут есть ответ на вопрос? Да. А, ну да. Стал новым intом. Хорошо. Все услышали? Я могу повторить. А, конечно. Ну да. Ну да. Да. На самом деле там вообще немножко по-другому, насколько я помню. Спасибо на самом деле за ответ. Нет. Там хранится, вот как я показывал, массив разрядов, и там уже идет всякие математические оптимизации. То есть там нет какой-то четкой привязки к типу в C, и там немножко своя математика. Но не буду говорить об этом точно, я не копал в это. Еще вопросы? Все настолько непонятно. Ну, в таком случае вопрос. Можно про стэк по вопросу в Python? Какие типы объектов? Его почти нет. Ну, то есть... По сути, ну, тут имелось в виду не совсем в Python, а тут имелись вообще общие концепции менеджмента в памяти, что есть хип, есть стэк. В основном, например, в компилируемых языках, то есть он используется, и даже в Python, на самом деле, если я не ошибаюсь, когда вызывается функция, то есть объекты как передаются, раскручивается стэк. Но, учитывая, что в Python все объект, и, по сути, даже стэк — это, по сути, ссылки на какие-то объекты в хипе, то он почти не участвует. Вроде бы как-то так. Ну, то есть фактически стэк нужен для того, чтобы хранить цепочку вызовов и указатели на объекты. Да, да, да. Хипа. Ну, то есть вообще все работает на уровне хипа, потому что это Python. Хорошо? Спасибо, Влад. Да, не буду вас задерживать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ